С сегодняшнего дня жизнь в российских школах изменилась. Неделя начинается с гимна, его школьники должны исполнять постойки смирно и поднятие флага. Телефоны на уроках под запретом. Также с 1 сентября усилили историческое просвещение. Исторические темы для первоклассников вписали в уроки окружающего мира и в основы религиозных культур и светской этики. А еще каждый понедельник перед первым уроком будет проводиться классный час, чтобы обсуждать историю города, исторических личностей и моральные качества человека. Теперь граждане вправе получить любую услугу, даже если они отказываются предоставлять свои персональные и биометрические данные. Например, если мы откажемся записать свой голос, сфотографироваться или вовсе не захотим, чтобы наши фамилии, имя, отчество как-либо использовались там, где это не обязательно, оператор ничего не сможет с этим поделать. В противном случае ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 для организаций. Изменятся правила прохождения техосмотра. С начала месяца перестанут проверять наличие аптечки, огнетушителя, аварийного знака, а также шумность глушителей и повреждение тормозных трубок. Условия актуальны для тех, у кого прохождение ТО обязательно. Для остальных автолюбителей ничего не поменялось. С 1 сентября появляются новые правила выбора управляющей компании. Теперь жильцам необходимо набрать более 50% голосов от общего числа собственников вместо 25. Таким образом, закон должен предотвратить конфликтные ситуации и затруднить фальсификации. Граждане смогут открывать счета и оформлять кредиты онлайн. Кажется, мы уже где-то слышали. И действительно, такие изменения должны были вступить в силу с 1 января 2022 года, но сроки сдвинулись на 8 месяцев. Теперь с 1 сентября банки смогут позволить клиентам открывать счета и вклады или получать кредиты в рублях без личного присутствия, то есть через мобильное приложение. С одним условием нужно будет пройти идентификацию личности. Чтобы предоставить такую возможность, банку нужна будет так называемая универсальная лицензия. Гарантирует ли она безопасность клиентских сбережений и не породит ли такой способ новую волну мошенничества, пока непонятно. В России заработал отечественный магазин приложений для смартфонов. Рустор от ВК. В обязательном порядке он будет предустанавливаться на смартфоны и планшеты. В него собираются добавлять программное обеспечение, из перечня которой будет утверждать Минцифры. В его разработку не будут вкладывать бюджетные средства. Ранее некоторые иностранные платформы ограничили для российских пользователей доступ к ряду приложений. Теперь они будут открыты в доступе в российской версии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова